Есть несколько основных проблем, бутоны могут просто не раскрыться. Кливия должна быть всегда немножко тесновато. Всем привет, меня зовут Даша и это популярная ботаника. Сегодня я вам расскажу, как правильно ухаживать за кливией оранжевой, для того, чтобы она у вас цвела два раза в год. Вообще, кливия это достаточно простой в уходе растений семейство аморилисовый. И в отличие от других аморилисовых, не имеет луковицы, а утолщение внизу образовано листьями, плотно прилегающими друг к другу. Корневая система сочная и мясистая, может запасать влагу и питательные вещества. К свету кливия нетребовательна и может расти на восточных и западных окнах. На северных может останавливаться в росте, но также берегите ее от прямых солнечных лучей, могут появиться ожоги. В летнее время растение лучше выносить на свежий воздух, но держать его в теньке. Хорошо себя чувствовать и при обычных комнатных условиях 23-25 градусов. Но не стоит забывать про период покоя. Некоторые кливии без него зацвести не в состоянии. Начинается он где-то в октябре-ноябре и длится 2-3 месяца. Желательно заранее погружать растение в это состояние. Где-то в начале октября постепенно сокращаете поливы и понижаете температуру. Полностью убираем подкормки. Температура должна быть где-то 10-12 градусов. И период покоя заканчивается в тот момент, когда появляется новый цветонос. Когда он достигнет высоты 10-15 сантиметров, растение переносит в тепло и больше не трогают. Пожалуйста, никуда не переносите свою кливию, не поворачивайте, ничего с ним не делайте. Потревожив ее, вы можете замедлить рост цветоноса, либо бутоны могут просто не раскрыться. Вот с ростом нового цветоноса вы опять начинаете обильные поливы теплой водой. Еще раз подчеркиваю, теплой водой около 40 градусов. И начинайте подкормки 2 раза в месяц удобрением с минимальным содержанием азота. Потому что если будет много азота, ваша кливия может либо не зацвести второй раз, и скорее всего она будет просто наращивать листья, но цветение повторного не наступит. После цветения не прекращайте поливы и подкормки. Молодые кливии цветут 1 раз в год. Но взрослые экземпляры могут свести 2 раза в год. Некоторые это делают самостоятельно, а некоторым нужно создать искусственный период покоя. Для этого в последние летние месяцы вы опять же искусственным путем начинаете понижать температуру и сокращать поливы. То есть для этого можно перенести в какое-то более темное место, где будет более прохладно. И уже через несколько недель появится новый цветонос и обязательно зацветет. Ну а после цветения опять цикл повторяется. Наступает октябрь-ноябрь, растение опять попадает в состояние покоя и так дальше по кругу. Но вообще это растение очень хорошо приспосабливается к внешним условиям, поэтому есть кливии, которые цветут по 2 раза в год, даже без периода покоя, просто в комнатных условиях. Ну это как повезет. Поливают кливию по мере подсыхания земляного кома обязательно теплой водой. И следите, чтобы вода в поддоне не скапливалась. Это может быть вредно для корней. Пересаживают растение крайне редко, только по мере необходимости, когда уже корни полезут внизу из дырочек. Так я вам не советую вообще ее трогать, не переносить, не поворачивать, не пересаживать. Для пересадки берите горшок чуть-чуть больше предыдущего, буквально на толщину большого пальца. Кливии должно быть всегда немножко тесновато. Земля подойдет самая обычная. Это смесь листовой и дерновой земли и песка 2,2 к 1, либо это смесь перебноя, торфа и песка. Ну короче, стандартная обычная земля. Это не принципиально. Лучше всего при пересадке не растрясайте земляной ком, а сделайте перевалку. То есть полностью, вот как есть с корнями, с землей, достаньте растение, поставьте в новый горшок и пустоту засыпьте новой землей. Взрослые экземпляры. Вообще лучше не пересаживать. Просто каждый год менять верхний слой почвы, подсыпая новым. Так будет лучше всего. Размножают семенами или боковыми детками. Детка должна иметь не меньше 4 листочков. Только тогда ее можно отсаживать в отдельный маленький горшочек в простую землю, в побольше песочка. Затетет такое растение уже на 2-3 год. Из семян придется ждать цветения около 5 лет точно. Есть несколько основных проблем выращивания кливий. Первое, это короткий цветонос. Скорее всего растению холодно, просто повысить температуру. Если листья стали бледными и тускло-зелеными, скорее всего растение не хватает питательных веществ, подкормите его хорошенько. Если цветонос останавливается в росте, чаще поливайте теплой водой и добавьте света. Если на листьях появляются желтые, белые, коричневые пятна, это однозначно ожоги. Прячьте растение от прямых солнечных лучей. Ну а если цветение вообще не наступает, значит растению нужно создать период покоя, понизить температуру, ну и так далее, все как я рассказывала. Следуйте моим советам и ваше кливие обязательно будет свести по 2 раза в год. Подписывайтесь на мой канал Популярная Ботаника, чтобы ничего не пропустить. И пока! Популярная Ботаника!